Доброе утро! Доброе утро, дорогие друзья! Всем привет! Итак, собираемся на изучение Торы. Собираемся на изучение Торы, кто где находится. И собираемся в виртуальный Бэтмидраж. Каждый в своем внутреннем виртуальном мире присоединяется к Творцу Мироздания. Интересно, сейчас идет сигнал. От меня заходит сигнал в эту коробочку, в компьютер. Он даже к сети не присоединен. Он не присоединен ни к чему, представьте. Компьютер стоит на столе. Он не присоединен к сети, не присоединен к интернету, никаких шнурок. Я говорю в эту металлическую коробочку со стеклом и с пластиком. И каким-то образом непостижимым. То, что я говорю, по каким-то... Вначале по воздуху, потом по каким-то сетям, потом под океаном. Представьте, есть кто-то, который сейчас находится за океаном, в Америке, например? Да? Есть кто-то в Америке? Да? В Америке есть кто-то? Вот из Москвы понятно еще. Тут в Москве может кто-то за стенкой сидеть. Я сейчас в Москве. А вот есть... Ну, в Израиле, я знаю, кто-то есть, да? Ну, что интересно. Представьте, какое-то чудо вообще. Как звук, картинка сквозь океан сейчас доходит до Америки. И в Америке кто-то сейчас сидит возле такой же коробочки, которая ни к чему не присоединена. Сидит где-нибудь там в лесу, например. Да, в Америке есть в лесу наверняка интернет. Сидит в лесу с компьютером. И что? И смотрит в виде меня. Невероятная вещь. Хорошо. Значит, из Варшавы. Вот. Мэйра в Лавска. Из Варшавы. У них 8 утра, и она проснулась для того, чтобы послушать пердя. Вот. 18-я... У нас сегодня 18-я Мишна, по-моему. Или 17-я, или 18-я. Сейчас мы открываем. И продолжаем изучать Тору. Значит, Мишна у нас сегодня 17-я. 17-я Мишна в 5-й главе трактата Пертьявод. Это трактат Усна Тори по учению отцов о том, вообще как всё работает. И здесь нам говорится в 17-й главе о вещи, которая очень частая. И я считаю, что это одна из самых вредных вещей вообще в жизни человека. Яков Штайдин, шалом. И, значит, какая самая вредная вещь, которая разрушает отношения. Прямо разрушает. И вот я сейчас смотрю вокруг, да? Ну, наверное, вот то, что мы сегодня будем изучать, это очень актуально для каждого человека. 17-я Мишна звучит так. Коль махлотит ши-илишем шамаем, софа лейткоем. Каждый спор, махлотит — это спор, когда холтим, когда разделяются. То есть махлотит — это от слова хелек разделить на части. Каждое разделение, которое во имя небес, софа лейткоем, в конце концов оно осуществится. Теперь давайте всё прочтём, потом разберёмся. Вэши эйна лишем шамаем, а махлотит, который не во имя небес, эн суфа лейткоем, то его конец не осуществится. То есть оно не будет иметь существование, такой спор, который не во имя небес. И дальше приводится пример. Например, какой махлотит, который во имя небес, какой спор, который во имя небес, это махлотит и лель вешамай. Сейчас я расскажу о нём. Это спор Илеля, был такой мудрец Илель и был мудрец Шамай. В первой главе приведены их высказывания. Это было поколение, поколение великих мудрецов Илели и Шамай. И, значит, их спор, они спорили. У них было два разных взгляда, две разных системы толкования, восприятия Торы, определение, как правильно надо поступать. И это приведено как пример, что этот спор во имя небес. А какой спор не во имя небес? Это махлотит, это спор Кораха и всей его общины. Значит, это в Торе рассказывается история. Когда еврей, народ Израиля, вышел из Египта, то Машарабейну по приказу Бога назначил главным первосвященником Аарона, своего брата, а Корах, он не получил поста, который он считал, он должен получить, хотя бы главы колена левитов. И Корах, он поднял восстание на Машарабейну, на Машарабейну, на Машарабейну, и там был спор, и Кораха его окружение поглотила земля. Машарабейну так и сказал ему, что если, говорит, Бог считает, что я прав, значит, пусть я поглотил земля, его поглотила земля. Теперь давайте разберемся. Первое, давайте разберемся, что такое махлотит, спор. Вот, например, сейчас есть спор, сейчас есть спор в Израиле, можно ли, чтобы в субботу ездили автобусы, ездил общественный транспорт. Есть спор между религиозными и нерелигиозными. Теперь этот спор во имя Небес или не во имя Небес? Значит, одна сторона, религиозные, они говорят, что, послушайте, Бог сказал, что в субботу нельзя, чтобы ходили автобусы. Нельзя, всё. А вторая сторона что говорит? А вторая сторона говорит, а нам хочется, нам как бы, нам хочется. Но какая нам разница, Бог сказал, не Бог сказал? То есть у них их намерение, это во имя себя, это не во имя Небес. Значит, понятно. Теперь возьмём другой спор. Вот, например, спорит какой-нибудь человек со своей женой. У них спор во имя Небес или не во имя Небес? Нет, у них не во имя Небес. То есть этот спор, он закончится, то есть он не будет, он существовать, и не осуществится то, что в нём происходит, потому что этот спор, он перерастает в конфликт, и или он угаснет, сгорит, исчезнет, или он закончится победой одной стороны, или это разделение, оно будет окончательным. То есть махлотит спор, который не идёт во имя Небес, имеется в виду во имя соединения. Что такое во имя Небес, да? У человека, у каждого, есть в жизни намерения, какие-то намерения, ради чего ты живёшь, какой у тебя смысл жизни, что для тебя главное, какая твоя вообще жизненная смысл, которым ты наполняешь своё существование. Есть у человека смысл, то есть есть смысл, во имя Небес Бог сказал, то есть я живу, я в этом мире такой, как пришелец, компьютер, который пришёл в этот мир, его, значит, вначале была маленькая тельца такое, потом эта тельца ему объяснили, что тебя зовут тельца там Саша, Вася, Петя, Наташа, и рассказали, ты талантливый или ты не талантливый, ты красивый или ты некрасивый, ты должен учиться или ты не должен учиться, и так далее, то есть этот компьютер маленький запрограммировали, и дальше, если бы этот компьютер попал к волкам, он был бы Маугли, если он попал в советское время, он стал пионером, если он попал в нерелигиозную среду, он стал нерелигиозным, если он попал в религиозную, он стал религиозным, то есть человек, он набор идей, и главная идея человека, это идея о себе, рассказы о себе, идея о себе, вот я сегодня думаю, вот кто я вообще, Какое, какая у меня мечта, от чего я живу, куда я иду и так далее. То есть это все набор идей. Теперь, дальше человек себе придумывает какую-то идею, сам себе придумывает. Понятно, что кто произвел эту идею. Эту идею он взял у кого-то материал, да, там, один говорит, я мечтаю поехать в Африку. Откуда ты про Африку знаешь, что там хорошо? Ты прочитал книжку, кто-то описал Африку с хорошей стороны. А если бы ты прочитал книжку про Африку с другой стороны, ты бы не хотел в Африку. То есть все мечты и все идеи человека, даже которые им кажется, что он их рождает, они рождаются из тех семян, которые в него дали окружающие люди. То есть это все иллюзия. Но в итоге человек цепляется за свою идею. Он говорит, а моя идея – это я, у меня нет другого меня. То есть если вы спросите себя, да, кто я, вы поймете, что это набор идей. Но кроме этих идей у вас ничего и нет. Поэтому нужно свои идеи каким-то образом принять, признать. Ну, как бы я – это то, что я о себе думаю, то, кем я о себе представляю. И тут у людей наступают споры. То есть когда их идея о том, что должно быть, сталкиваются, то у них начинается махлокет. У них начинается то, что называется спор. Они начинают спорить. Ведь в этом споре иногда они готовы даже убить друг друга. То есть они прямо настолько считают, что идея, она настолько важнее, чем идея другого, что они ради своей идеи хлоп и убили вторую сторону. Теперь говорит нам Мишна, что махлокет, который во имя небес, он останется навечно. Давайте теперь разберемся по примеру Геллии Шамая, что такое махлокет во имя небес. Спор во имя небес. То есть они спорили о том, как соблюдать волю Бога. То есть их было главное намерение и у одного, и у второго – это разобраться и понять, что Бог хочет, и выполнять на 100% волю Бога. Теперь они были великим мутицином, но у них был разный взгляд. Я вам сейчас на одном примере расскажу, в чем была их разница. Их разница была в следующем. Значит, вот человек, который покушал на вершине, залез он на Эфелеву башню, например. Еще нету лифта, залез человек на высокую башню, пешком поднялся. Поднялся и на башне развернул себе свой бутерброд, сделал не делать еда, помыл руки и поел с хлебом, пообедал хорошо. И, значит, мечта сбылась. Он залез на Эфелеву башню, ну, просто на башню. Он поел вкусный, вкуснейший бутерброд с хлебом. И по закону Торы он должен благословить после этого благословение после еды. Беркат Амазон, благословение после еды. Молитва такая. Он должен сказать Богу спасибо за пищу, спасибо за землю, спасибо за то, что ты мне дал. И поблагодарив Бога за все хорошее, попросить, чтобы и дальше так было, чтобы не было недостатков пищи никогда. Прекрасная заповедь, все красиво. Теперь в чем же спорили Гилель Вишамая? А если он спустился уже, если он забыл, он так залюбовался видами с башни, что он поел, кайфанул, получил огромное удовольствие, и забыл он благословение это прочитать. Слез он с башни, отошел на километр. И тут он вспоминает, что он не благословил. Значит, ну, понятное дело, полодитель любой поймет, что он в этот момент должен же благословить, правильно? То есть он получил, получил прям огромное удовольствие от пищи, от еды. Он верующий, он благодарен Богу. Он должен благословить, сказать спасибо Богу за то, что он получил. Но, говорит Шамай, он должен вернуться на то место, где он кушал. Он же кушал на башне, пускай вернется и там благословит. Гилель говорит, нет, говорит, нет. Он благословить-то должен по-любому, это не обсуждается. Но пускай благословляет в том месте, где он вспомнил. Он же еще сыт, у него бутерброд в животе, в животе. Он вспомнил, вспомнил, благословить хочет, хочет. Зачем его утруждать? Зачем он должен возвращаться? Почему Гилель так думал? Он думал, что будет еще какое-то количество людей, которые у них, вот, ну, настолько их лень сильна, что они в этот момент скажут, не, если надо возвращаться, я не буду возвращаться, я не прочитаю. Поэтому Гилель сказал, что пускай читает на том месте, где вспомнил. А Шамай ему говорит на это. Говорит, если бы он бумажник свой забыл, личный свой бумажник, то, что ему важно, да, не то, что Бога благословить, а то, что его там 100 долларов осталось, он бы что бы, вернулся бы? Вернулся бы. Он бы побежал бы за этим бумажником, бегом бы залез бы на эту башню обратно. Так, если Бога благословить, пусть тоже вернется. Это была их, как бы, ну, суть, их расхождение. Можно так сказать, что Гилель, он более старался не утруждать людей, быть более мягким. А Шамай, он был более строгим, можно так сказать. Теперь, ну, у обоих у них было одно намерение. У них было намерение служить Богу. И их, несмотря на то, что они спорили, они были близкие друзья. Их ученики, несмотря на то, что у одного были ученики, и у второго у них были разные мнения, но они не ругались, а их жены, они женились друг с другом. То есть у них не было спора личного. У них был спор во имя небес, как лучше служить Богу. Это приводится нам в пример, что в конце концов такой спор, он осуществится. Что имеется в виду? Он не разрушает, он наоборот человека приближает к Богу. Но если это спор о личностных каких-то, о личностных предпочтениях, такой эгоистичный спор, да, типа кто умнее, кто прав, кто прав, нету прав. Даже два великих мудреца, они сошлись на том, интересно, что раздался небесный голос и сказал, что и это, и это слова Бога, и это, и это Тора, и это, и это истина. Но, но, сказал небесный голос, закон идет по дому Елене, Закон идет по, именно как установил, установил закон Елене, почему это небесный голос? Мы можем много искать идей, почему, но если мы будем искать идеи, почему Бог все-таки выбрал Елене, да, Аллаха как Елене, то какой у нас будет спор? У нас будет спор во имя небес. Мы хотим понять лучше, как служить Богу, как выполнять его заповеди. Если у нас будет спор на тему, на тему, какой у нас может быть спор на тему не во имя небес, какая футбольная команда победит, какая там, Крым чей? Крым чей? Откуда, ну, то есть, чей Крым? Есть мнения такие. Пускай кремляне, кто в Крыме, пускай решают. Пускай, нельзя сказать, я не знаю, чей Крым, да, то есть, я гражданин Украины, но Украина, она появилась, я в 92-м году ездил на чемпионат мира среди юниоров, вот еще был Союз Независимых Государств, это был один год мы ездили, а до этого я ездил за год, еще была сборная СССР, СССР, да, а потом в следующий год отдельно была сборная Украины, и, ну, то есть, все это настолько, настолько все, политика, политика, каждый продвигает свои идеи, и скажите, политики, они во имя небес или не во имя небес? Так я вам скажу, не во имя небес. Посмотрите потом, что с ними происходит, с этими политиками, когда проходит время, приходят следующие политики, и что вскрывается? Вскрывается, что все это не во имя небес, и в конце концов, их все имена забудут, а имена Елеля и Шамая будут жить вечно, потому что их был спор во имя небес. И прошло уже с тех пор, как жили Елель и Шамай, уже прошло 2000 лет, и мы их помним, и будем помнить всегда, потому что их был спор во имя небес. А Корах, его был спор не во имя небес, и мы тоже будем его помнить. Почему мы будем его помнить? Потому что в Торе рассказано про Кораха, и в Торе рассказано, что больше всего живая человека со света, стремление к почету, зависть, стремление к почету. Корах завидовал, и с зависти он, и с стремления к почету, он устроил конфликт с Машей Рабейну, и его земля сожрала. И если мы посмотрим сейчас на то, что происходит, люди залазят наверх, ну сиди радуйся, сиди радуйся, у тебя все есть, деньги есть, слава есть, признание есть. Нет, значит, стремление к почету, зависть, кому-то дали больше почета, кому-то больше чуть-чуть того, больше всего. И люди наверху, у которых у них все есть, они из-за чего воюют, у них все споры не во имя небес, зависть, слава и неуемное вот это вот вождение. Это мы учили, что есть три вещи, которые живают человеку из этого мира. Это кина, зависть, таова, вожделение, и кого-то стремление к почету, забирают человека из мира, из внутреннего мира, из внешнего мира, просто уничтожают и убивают. И поэтому, давайте сделаем выводы, поэтому, если у вас, лучше всего воздерживаться от споров вообще. У него мучитель Равысках Зильберзе, храной цедихли врага, праведник упомянутый к добру, он вообще был против споров, категорически. То есть он считал, что ни один спор не стоит того вреда, который он приносит. То есть он просто просил и в семье, и в отношениях, вообще воздержаться от споров, воздержаться от Махлотина, чтобы был шалом. Шалом — это, наоборот, шламут, это соединение. А вам мы учили, да? Особенно, когда любовь, она безусловная, это соединение. Вот интересно, идут две мишны подряд. Прошлая мишна была про любовь, любовь — это, наоборот, соединение в одно целое, а эта мишна — разделение. Но так как весь мир построен вокруг на том, что разделение, нам даётся такой вот ключик. Если твой спор, если твое разделение во имя небес, ты хочешь именно служить больше Богу, тогда у тебя есть шансы на успех. Если у тебя на то, что то, ради чего ты споришь, оно осуществится. Но если у тебя нет вот этой внутренней идеи во имя небес, что ты хочешь приблизиться к Богу, сделать что-то хорошее, сделать что-то доброе, тогда надо знать, что в итоге, даже если ты победишь в споре, оно не осуществится, и оно разрушится. Ты победил кого-то в споре, а он собрался с силами, вернулся, как дал, отомстил, и всё. Поэтому всё, друзья, лучше не спорить. И расскажу анекдот, как один журналист приехал в деревню к долгожителям и нашёл самого-самого долгожителя. Ему говорит, скажите, говорит, вот как вы дожили до таких преклонных лет? Он говорит, вы знаете, я никогда ни с тем не спорил, и поэтому я дожил до таких преклонных лет, у меня всегда хорошее настроение. Тот говорит, журналист, не может быть, у вас точно есть какие-то секреты, чего вы мне зубы заговариваете. Не может быть, что вы никогда ни с тем не спорили. Он говорит, ну не может быть, так не может быть. И ладно, значит не может быть. Всё? Понятно, да? Всё, дорогие друзья, удачи, успехов, сделайте для себя свои выводы, попробуйте не спорить, не вступать в споры. У каждого Абрама своя программа, у каждого Додика своя методика, у каждого Додика своя лирика, и лучше стремиться к безусловной любви, чем к постоянным спорам. Всё, удачи, успехов, поделитесь уроком, напишите свои выводы, и объединяемся, да? Вот этот вот лозунг красивый, объединяться — это как раз любовь. Спорить — это разделение. Всё, всем пока, прекрасного дня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok